Уже много видео мы опубликовали на тему и кератом, и папиллом, их значение, именно локализация указывает на их значение. Но поток вопросов не стихает, а только набирает обороты и очень много вопросов по поводу того, какой же локализации папилломы или кератомы вы считаете самые опасные. И вот они указывают на то, что прям нужно разбираться, безотлагательно действовать, что это за признаки и что это за места, на которые нужно обращать внимание особенно. Ну, спасибо большое за вопрос, как всегда. Я хотел остановиться на том, что, в общем-то, тема так называемых опасных кератом или опасных кератозов врачей беспокоит очень давно. И опять же, вот отсылая и себя, и вас, и наших слушателей к знаменитому французскому профессору, апологету, рефлексотерапии, Жорзу Соледеморану, хочется остановиться отдельно на том, что Соледеморан особенно выделял, так называемые, пузырные кератомы, чтобы вам было понятно, или полостные кератомы. Значит, к пузырным кератомам относятся у нас кератомы, которые располагаются в зоне прохождения биологически активных каналов и на которых располагаются биологически активные точки таких органов, как канал мочевого пузыря и канал желчного пузыря. В первую очередь, эти вещи отмечались на задней поверхности шеи, на задней поверхности спины, если можно так сказать, что у спины, или на поверхности спины и на поверхности головы. Это касалось канала мочевого пузыря. И в этом смысле, конечно, Соледеморан пишет о том, что применялись такие, достаточно, на сегодняшний взгляд, экзотические методы, как протыкание раскаленной иглой, локализация как раз-таки пяти точек мочевого пузыря. Две из них находятся на поверхности поясницы, а три из них находятся на поверхности лобка. И вот, насколько мне память не изменяется, со времен Нанкинской реформы рефлексотерапии в Китае, эта практика продолжает использоваться. Продолжая тему пузырных кератом, пузырных кератозов, дополнительно хочется сказать о важности таких кератом, такого кератоза, который имеет отношение к каналу желчного пузыря. Максимальное количество биологически активных точек, их представлено на боковой поверхности головы. И знаменитый клюв дракона, как раз-таки, который располагается над ухом, перед ухом, под ухом, то есть расположение точек, которые напоминают клюв дракона, как раз-таки, или пасть дракона, как раз-таки, наличие кератом в этих местах соответствует тем или иным видам изменений, которые происходили, происходят, или даже могут происходить в канале желчного пузыря. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что знаменитое, так называемое, мокнущее, завущее, которое относится к диатезам, или относится, то, что в народе называют, к такому разряду состояния, как золотуха, в первую очередь, конечно, связано с несостоятельностью кожных покровов, которая объясняется слабостью со стороны желчного пузыря. И в этом смысле, конечно, очень важно помнить о том, что восстановление функций желчного пузыря, восстановление всех видов дискинезии со стороны желчного делительных протоков, конечно, является важнейшей задачей, с точки зрения профилактики, лечения и избавления от кератома. И в этом смысле, конечно, недостаточно, как нам пишут наши доброходы, наши слушатели, вот я помазал тем-то, вот я перевязал там-то, вот я сделал операцию холодом, им не этого достаточно, тело очистилось, нет, мы в этом смысле хотим вам сказать, уважаемые слушатели, о том, что лишая внешних проявлений заболеваний, мы как раз-таки эти проблемы, эти процессы загоняем вовнутрь. Ну и то, что касается, так называемых, полостных кератом, это относится к состоянию желудка, это расположение желудка, мы уже говорили, это передняя, боковая поверхность на теле, или передне-срединная поверхность на туловище, это у нас состояние тонкого кишечника, которое у нас располагается на руках, и состояние толстого кишечника, и опять же желудка, которое у нас располагается и на лице, и на руках в том числе. И в этом плане, конечно, очень важно понимать о том, что недостаточно просто эстетического воздействия на, или эстетического пути борьбы с этими вещами, потому что внешнее, зачастую лишая внешних проявлений страданий, мы так устроены людям, мы забываем о том, что внешнее проявление, оно является или предупреждающим, или самим по себе, или уже терминальным, то есть уже указывающим на окончание какого-то процесса. Поэтому тератомы, в этом смысле, должны очень четко нам помогать в понимании того, к какому месту они относятся, локализацию какого органа или каких систем они представляют, и заставляют врачей и пациентов думать с точки зрения не только и внешнего удаления этих проявлений, но и серьезного отношения к своим внутренним проблемам. Поэтому, если говорить сегодня, а мы говорим сегодня о полостных или о пузырных кератомах, хочется сказать о том, что, если мы говорим о пузырных таких кератомах, как желчного пузыря, которые представлены окологлаз на наружной поверхности, которые представлены в области надущая, заущая, предущая, под ушами, то очень хорошо у нас работает в этом смысле, конечно, наша уже знаменитая точка, точка доктор Желч. Если вы левша, и у вас есть наличие кератом в тех местах, о которых мы с Татьяной Владимировной только что выше вам сказали, помните, пожалуйста, о том, что вы должны воздействовать на точку доктор Желч слева, а потом переходить на правую локализацию. А если вы правша, и при наличии кератом в тех локализациях, о котором мы сказали выше, вы воздействуете вначале на правую точку, а потом переходите на левую точку. И в связи с этим, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать о том, что в смысле применения точек доктор Желч при наличии кератозов, при наличии ифтиозов, которые связаны с локализацией на каналы желчного пузыря, у нас есть научно подтвержденные, лабораторно-инструментально подтвержденные данные о том, как меняются липопротеиды высокой и низкой плотности, как меняется атерогенный индекс, как меняется мочевина, как меняется билирубин. И, кстати, сказать, вот последние исследования, которые нам присылают наши слушатели, очень хорошо свидетельствуют о том, что те проблемы, которые сопровождают кератозы, зачастую полосные и пузырные, в виде саркопений, в виде истончения костных тканей, в виде остеопорозов, даже в виде коксоартрозов, очень хорошо себя ведут с точки зрения восстановления. Вот буквально недавно мы проводили консультацию, нам наши пациенты прислали лабораторные данные, которые говорят, как в течение трех с половиной, четырех месяцев эти вещи, в общем-то, нивелируются, и больше того, набирают обороты системы восстановительных процессов в организме. Как эти проблемы решить изнутри? Что нужно делать? В какой последовательности? Мы с вами подробно поговорим на ближайшем эфире. Рассмотрим комплекс упражнений, которые будут помогать решать эти задачи. И различные фитотерапевтические схемы, которые в совокупности с упражнениями, с воздействием на биологически активные точки, будут также благоприятно воздействовать на восстановление функций внутренних органов. Регистрируйтесь и приходите. Ссылка регистрации на эфир под этим видео. Милости просим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова